У меня вопрос будет касаться трагических событий в Кемерово. Дело в том, что именно эти события совпали с двумя, я считаю, что очень важными событиями. Это приезд премьер-министра кадров в Москву и открытие на шанхайской бирже торговли нефтяными фьючерсами за юаней. Эти события все совпали. И вот появилось мнение в аналитических кругах, что это событие Кемерово, это террористический акт, который был организован теми силами, которые стоят против усиления тандема Китая и России. Что вы думаете насчет этого? Ведь сегодня главным ответственным стал украинский блогер Евгений Вольнов. Вот как вы прокомментируете вот эти события и вообще Путин это фигура Ротшильдов и что для нас, для россиян значит Китай? Китай нам друг или враг? Спасибо. Вы знаете, я думаю, что Путин это не фигура Ротшильдов. Китай нам не друг и не враг, а тактический союзник. Что касается теракта Кемерово или нетеракта, вы знаете, у нас инфраструктура находится в таком состоянии, что у нас теракт может самопроизвольный. Это то, что называется самопроизвольный. Но здесь есть еще один момент. Однажды Леонид Владимирович Шабаршин, начальник первого главного управления КГБ, написал, что не надо изобретать заговор там, где можно все объяснить глупостью. Я ему на это возразил, что под видом глупости можно как раз спрятать заговор и вот некую, так сказать, акцию. Но я повторяю, вот при том состоянии инфраструктуры, ведь мы проедаем советское наследие, это ЖКХ, масса всего другого, оно на 70% проедено. Кроме того, нужно помнить, что это, помните, был фильм такой «Красная жара», где Шварценеггер играл полицейского, и он говорил «капитализм, Америка». Вот это и есть раздолбайско-бандитский капитализм, когда людям совершенно, так сказать, плевать, в каком состоянии находится у них инфраструктура. Потом вы знаете, что вот эти вот все детские, детские, все развлекательные помещения должны быть на втором этаже. Их загнали на четвертый, чтобы папа, мама шли и что-то покупали по дороге. То есть это такое, так сказать, вот типичное разгильдяйство, разгильдяйство такого вот квазилиберального капитализма а-ля Рюс. Здесь в этих условиях можно что угодно устроить, и в этих условиях все что угодно может само по себе произойти. Ну, что касается Китая, я, так сказать, возвращаюсь. Китай вообще никому не может быть союзником, Китай это сами по себе. Это на данный момент наш тактический союзник, и очень хорошо, что он есть. Но дальше все может вообще, так сказать, пойти.